Несмотря на то, что в Твери уже почти две недели как стартовал отопительный сезон, в городе можно найти немало домов с холодными батареями. А в одном из них, в посёлке Элеватор, сложилась и вовсе самая настоящая Чересполосица. В одной квартире все форточки раскрыты на серж, а в соседней люди сидят в кофтах и шерстяных носках. Светлана Кошерина живёт со своими родителями в этом доме уже давно. Однако такого, как сейчас, она не помнит. Отопление вроде дали, но в квартире откровенно холодно. До сих пор холодно дома. Хотя батарею включили, дома холодно. И что-то какой-то звук такой по батареям ночью сегодня был, как будто что-то там переливалось. Из-за этого звука минувшей ночью не выспалась и Татьяна Виноградова. У неё в квартире и вовсе какое-то пограничное состояние. Рубеж между холодом и теплом проходит прямо по коридору. Учитывая, что система отопления в доме, а на что сообщающиеся сосуды, приходится её супругу на пару с соседями постоянно спускать воздух. То из одной батареи, то из другой. Результат напоминает штопание Тришкиного кафтана. Спустили воздух, батарея прогрелась. От нашей батареи зависит отопление на нижних этажах. Если наша остыла батарея, значит остывают батареи ниже. А семья Аллы Зафаровой ощущает себя обитателями дворянской усадьбы. В них, как известно, отапливалась только часть помещений. Остальные так и называли – холодными. Здесь в этой роли выступает детская. Поэтому домочадцы, включая собаку, утеплившись, чем можно, отыгреваются в кухне и зале. Там, благодаря рыбкам в аквариуме, создаётся хоть какая-то иллюзия южного тепла. И то случаются волны похолодания. Греется только на данный момент кухня. Большая комната с периодичностью её выключают и также включают. Отключение воды горячее происходит, отключаются батареи. Заново вот такая же история наступает. Детская комната вообще не отапливается. Вообще. Спим на данный момент в одной комнате, потому что супруг находится в командировке. В той комнате спать невозможно. Правда, есть в этой удивительной пятиэтажке квартиры, где с отоплением всё очень хорошо. О чём и говорят распахнутые жильцами в комнатах форточки. Правда, и этим везунчикам очень обидно за соседей. Первый подъезд и другие квартиры буквально мучаются и с детьми. Управляющая компания как-то недостаточное внимание уделяет системе отопления нашего дома. Жалуются жильцы, но мер принимается недостаточно. В управляющей компании уверяют, что в такой отопительной через полосице виноват некий насос в котельной. Котельная там делает насос. Куда хватило давления, туда и пришло. А куда нет давления, туда оно не пришло. Начальник участка с говорящим именем Надежда обнадёжила жильцов, что по счастливому совпадению именно во время визита нашей съёмочной группы в котельной активно начали чинить насос. И дом вот-вот протопит полностью. А ещё, очевидно, тоже совершенно случайно, УК только что закупила лампочки для освещения тёмных подъездов, которые так долго, но никак не удавалось приобрести. Очевидно, тоже из-за сломанного насоса.